И сейчас мы делаем аспект, конкретно акцент именно на дыхании, вот сейчас на этом трёхдневном семинаре, чтобы понять, как это делается. Потому что многие люди очень плохо дышат, во-первых, не осознают. Ведь даже я упоминал, когда спросили Будду, чем отличается Будда от обычного существа, то есть просветлённое, реализованное. И вот был следующее, что Будда осознаёт каждый вдох и каждый выдох. То есть это Будда. То есть даже на уровне эмоционального сознания, то есть восприятие выражения, восприятие выражения. Потому что всё, что вы вдохнули, как вы вдохнули, как вы осознали, вы восприняли весь мир. Как вы выдохнули, в этом вы полностью себя проявляете, да? Такой был ответ. И поэтому, если вы научитесь, представляете, какая простая практика? Просто осознавая вдох и осознавая выдох. То есть вначале мы… Человек как учится, знаете, да? Так же, как животное вначале учится, за счёт подражания и копирования. Если убрать функцию подражания и копирования, человек останется растением. Мы подражаем и копируем. Поэтому мы можем подражать и копировать, например, зная, что Будда осознаёт вдох и выдох, мы копируем это, да? Например. Если даже нам что-то не нравится, но мы можем копировать поведение учителя, например, да? Что он там помогает, он там следит за голосом, да? За действиями. Даже если вам хочется, но вы не делаете, то есть копируя учителя, который показывает вам, как надо, да? Вам же надо на следующем этапе вашего развития. Учитель просто в следующий шаг появится, проявленный шаг. И поэтому, но когда мы это делаем, как к этому подойти? Потому что многие люди очень абстрактно это делают. Так же, как сейчас много очень всяких учителей, которые учат сознание, да? Но когда говорится слишком широко, говорится, как всё, всё хорошо. И ничего не сказать, то есть сказать, ничего не сказать, да? Так же и сознание, если говорить в целом, не заземляя в никуда, оно так и останется в никуда. Поэтому я лично считаю, что нужно всегда очень быть конкретным и заземлённым. То есть если вы занимаетесь дыханием, вы должны его чётко понимать. Что такое вдох, что произошло дальше, что такое выдох, что произошло дальше. Хотя бы вот эти две-четыре компонента, да? И наконец, как он осознаёт? Как он происходит? И как его изменять? Как выход происходит? И вы можете, если вы внимательно позанимаетесь, вот я могу сказать о себе. Прошли годы, как говорится, да? То есть осознанно вроде работают. Но до сих пор, до сих пор я недоволен своим вдохом, не стож недоволен там. Я просто понимаю, насколько он ещё не… Ну, то есть я осознаю вдох, допустим, но я понимаю, что всё равно вдох Будды другой. Потому что он входит без сопротивления, да? Ну, понимаете о чём? Потому что я, когда вдыхаюсь, всё равно что-то принимаю, что-то не принимаю. И вот дыхание вот такое входит всегда. И вот такое. И выходит так же. То есть там столько в этом дыхании неосознаваемых компонентов. Понимаете, да? И когда там чем-то увлёкся, ментально, эмоционально, физически, всегда возникают зажимы напряжения, которые не дают мне нормально дышать. Это при том, что я, в принципе, неплохо дышу, всё относительно, да? И потому что я пытаюсь осознавать его уже который год. Люди, которые этим вообще не занимались, очень большие сюрпризы ждут в этом плане. Потому что вы обнаружите, что это такая просто бездна и такое поле для движения и развития. Потому что многие люди в существующих системах происходят как бы отклонения, на мой взгляд, да? Как говорится, деньги — это цель или средство? Это средство к чему-то. Так же и дыхание — это цель или средство? Это средство к чему-то, да? Но многие люди делают это целью. И более того, делают это целью, изучают её не в рамках самого дыхания, а в рамках традиций, связанных с дыханием. И тогда получается, что человек заучивает традицию и уже не задаётся вопросом, а что, собственно говоря, происходит дальше? И всё ли он понял в этой традиции, да? Особенно сейчас. Если раньше йог дышал с учителем, то есть он был в поле, и достаточно было учителю дышать, чтобы это поле перед ним прям крутилось, понимаете, да? И это, наверное, играло большую роль, чем инструкция даже. То есть поле учитель, его постоянная связь, направляющая ученика. Сейчас ученик там набрал методов, уехал и что-то там себе гоняет, да? Если нет вот этой связи с учителем и вот с тем первоисточником, то можно нагородить его. И я это очень много наблюдаю и наблюдаю. То есть странные эффекты возникают. И поэтому я хотя бы обращаюсь к тому, что вы обратились к самому дыханию. Реальность находится внутри вас, ваш дыхательный аппарат, ваш мозг, ваша нервная система и так далее. То есть надо вот это изучать, изучать реальность. Да не ошибётесь. В конце концов и учитель подводит к реальности, а не к себе или к методу. то есть есть лицом и свой дополнительный аппарат. То есть находится во всей школе�� сделаю время, а потом идет о том, в общем, что оно пришло тому, в принципе. Такое время вы Swissbuень Janeiro вы представляетеですね.